Доброе утро, город! В эфире Сургут-24. В Югру на реабилитацию и лечение доставили еще одну группу жителей Луганской и Донецкой народных республик. На борту приземлившимся в Сургуте находились 8 малышей с ограниченными возможностями здоровья и 5 взрослых, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи. Прибывших на лечение встречали специалисты Сургутского многопрофильного реабилитационного центра. Они будут работать с детьми, окажут психологическую поддержку, социально-медицинскую помощь. Ребятам также покажут красоты региона. Для этого уже подготовили культурную программу. Взрослых направят в СОКБ, кардиоцентр и Сургутскую травматологическую больницу. Напомним, что с инициативой отправки группы выступили волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса. Всего в планах в этом году провести на территории учреждений нашего округа реабилитацию для 200 детей из Макеевки. Приехали люди с Макеевки, с Горловки и также взрослое население срубежного. Это люди, которым нужна реабилитация. Автобусами, самолетами добрались благополучно. Строительство межмуниципального полигона для складирования отходов откладывается. Причина в том, что земельные участки, переданные инвестору, нельзя использовать для накопления и хранения мусора. Напомню, в сентябре 2021-го между правительством автономного округа и Сургутским экологическим объединением было заключено концессионное соглашение о создании и эксплуатации межмуниципального полигона для Сургута, поселений соседнего района и Кагалыма. Однако в ходе изысканий выяснилось, что отвезенная территория в районе Пучикуйки подтапливается. Именно этот факт и исключает возможность размещения такого объекта. В районе поселка Федоровский автодорога идет, там выделено участок площадью 10 гектаров земной комбинаджеры. Сургутский район. Сейчас водят 27 километров от города. Новый полигон расположен примерно на таком же расстоянии, только в другую сторону. У нас в Федоровке 25 километров. Именно поэтому тариф на перевозку отходов в другую локацию не увеличится, убеждены в мэрии. Что касается бывшего полигона муниципального предприятия «Природа», то он законсервирован. По решению суда дальнейшая его эксплуатация прекращена. Он требует рекультивации. 2 июня прошлого года власти Сургута направили заявку в Минприроды страны о включении полигона в государственный реестр объектов накопленного вреда. Однако в федеральном ведомстве отказали в просьбе в связи с тем, что в реестр попадают только бесхозяйные полигоны и только в том случае, если на их территории прекращена любая деятельность. Администрация города разработала дорожную карту по рекультивации территории. Предусмотрена реорганизация муниципального предприятия «Природа», в результате которой договор аренды можно будет расторгнуть, а мэрии удастся направить повторную заявку в Минприроды. Планируют это сделать до 1 октября. Заменили 9 километров тепловых сетей и обеспечили безаварийное прохождение отопительного сезона. Коммунальщики Сургутского района рассказали о ключевых задачах, выполненных за минувший год. Так, например, в Лямино и Сытомино, наконец, закончили реконструкцию котельных. Сейчас идет процесс получения необходимых документов. Этот зимний сезон поселения отапливались еще нефтью, однако в планах уже в марте полностью перейти на газ. В 22-м также начали работу над серьезным проектом реконструкции канализационно-очистных сооружений в Федоровском. На это муниципалитет получил федеральные средства. Общий объем финансирования – более миллиарда рублей. Провели обследование существующего коса. Заключение показало, что реконструкция этого коса затянет процедуру саму. При конструкции можем уйти на 5-6 лет в реконструкции. Плюсом – это удорожание объекта. И все-таки эксперты посоветовали нам построить новый. Поэтому мы заключили контракт в прошлом году на проектирование и строительство новых косов. Срок реализации у нас 24-й год. Это уже необходимо ввести в эксплуатацию. Наградили за особые успехи. В Сургуте накануне Дня защитника Отечества отметили около 40 ребят, давившихся побед в спорте, учебе, общественной и волонтерской деятельности. Это лауреаты премии губернатора Югры, юноармейцы, удостойные благодарственных писем главного штаба организации и молодые люди, получившие золотые значки ГТО. Памятные медали номинантам вручил глава Сургута. Андрей Филатов поблагодарил ребят за патриотизм, гражданскую позицию и вклад в развитие города. Так случилось, что сегодня у каждого свой фронт. У кого-то на передовой, у кого-то в общественной жизни, у кого-то в спорте. Но именно это единение дает могучую силу, которую всегда отдавала нашей Родине России. Ребят, спасибо вам большое за ваше достижение, за вашу позицию, даже иногда в очень юном возрасте. Это по-настоящему делает нашу страну сильной и непобедимой. Я очень уверен, что в таком поры объединения мы точно справимся со всех задачами и победа будет за нами. С праздником вас! Представляем вашему вниманию жилой комплекс «Белые ночи». «Белые ночи» расположились на Мелик-Карамово, одной из уютных улиц Сургута. Развитая инфраструктура района, парк геологов, кафедральный собор преображения Господня способны сделать проживание в вашей новой квартире самым комфортным. А еще в жилом комплексе «Белые ночи» отличное дворовое пространство со спортивными и детскими площадками. Подробности по телефону в Сургуте 765-708. Телеплюс. Провайдер то его города. Телеплюс. Телеплюс.